Люди, у которых присутствуют веснушки или пигментация, молятся на этот активный компонент так же, как и те, кто пытается осветлить следы от акне. Кроме того, это один из немногих работающих компонентов в антивозрастной косметике. Я думаю, что и по названию вы догадались, что речь в этом видео пойдет об одном из самых любимых ингредиентов косметической индустрии, о витамине С. У него высокая доказанная эффективность, он давно проверен и работает. И в этом видео мы поговорим о том, кому витамин С нужен, какая разница есть в продуктах его содержащих, какие есть формы витамина С, всегда ли чистое лучше производных и как вводить витамин С в ваш уход. Привет, меня зовут Клава, добро пожаловать на этот канал. Здесь мы обсуждаем уход за волосами и кожей лица, а также отношения и другие личные темы в формате подкаста И. Исследований из статей по витамину С огромное множество, я оставлю несколько ссылок в описании, ибо на эти материалы я опиралась, когда готовила видео. Витамин С или аскорбиновая кислота. Важно, именно аскорбиновая, а не лимонная. Это водорастворимый витамин, компонент, который наша кожа может распознать и использовать в свое влага. Молекула его достаточно маленькая, она может проникать в эпидермис нашей кожи и затем глубже в дерму. Есть много информации о том, как этот витамин важен при приеме внутрь, но сегодня мы говорим лишь о наружном нанесении. Итак, давайте подробно разберем, с чем нам помогает витамин С. У него есть 4 полезных доказанных свойства. Первое. Антиоксидант. Прежде всего, витамин С – это мощный антиоксидант, за которым стоит огромное количество исследований. Немножко за умной части. Антиоксиданты минимизируют окислительный стресс, взаимодействуя со свободными радикалами, образующимися в результате различных клеточных реакций. Окислительный стресс возникает при воздействии ультрафиолетовых лучей, загрязнении окружающей среды, алкоголя, стресса. Может приводить к различным заболеваниям и является одной из теорий старения кожи. Витамин С помогает замедлить процесс старения, защищая кожу от негативного воздействия. То есть, является антиоксидантом. Второе. Антиэйдж и увлажнение. Витамин С стимулирует образование коллагена и участвует в образовании липидов рогового слоя, которые так необходимы нашей коже. С возрастом наша кожа вырабатывает все меньше и меньше коллагена, и именно поэтому из наливного яблочка мы превращаемся в такое дряблое яблочко. Третье. Борьба с пигментацией. Витамин С способен минимизировать пигментацию и постактные, и при продолжительном и регулярном применении тон кожи выравнивается. И четвертое свойство. Это защита от фотоповреждений. Важно! Витамин С это не санскрин, но он имеет солнцезащитные свойства и снижает нашу чувствительность к солнцу, то есть то, насколько сильно мы обгораем. В сочетании с витамином С и другими антиоксидантами санскрин будет защищать нас лучше, чем в одиночку. Видеозащитие от солнца будет уже на следующей неделе. Но у витамина С, естественно, как и у всего, есть минусы. Аскорбиновая кислота – очень капризный ингредиент, нестабильный. С ним сложно создать формулу средства, эффективного для нашей кожи. Именно поэтому сыворотки с витамином С чаще всего выпускают в темном стекле или во флаконах с помпой, чтобы именизировать контакт с воздухом и светом. Хранятся сыворотки с витамином С обычно недолго. Поэтому я бы советовала сделать выбор в пользу небольшого объема средств, особенно если вы не планируете пользоваться им каждый день. Обычно продукты с витамином С при окислении темнеют. Это показатель того, что аскорбиновая кислота окислилась и уже не будет работать так эффективно. Чтобы продлить срок службы, обязательно храните в темном прохладном месте. Если у вас осталась коробочка средства, то лучше всего хранить в ней. Не все продукты с витамином С будут работать одинаково. Эффективность будет зависеть не только от концентрации действующего компонента, но и от самой формулы средства. Как обычно, все работает вместе. И разные формы витамина С тоже работают немного по-разному. Самая часто встречаемая форма – это аскорбиновая кислота. И в средствах она отмечается как L-ascorbic acid или просто аскорбик acid. Эта форма самая эффективная. И полезные свойства витамина С описаны как раз на основании исследований по аскорбиновой кислоте. Все остальные формы витамина С должны сначала внутри кожи превратиться в аскорбиновую кислоту. Большинство компаний создают продукты именно с аскорбиновой кислотой в процентном содержании от 10 до 20%. Эффективность повышается с ростом процентов, но только до 20%. Также учитывайте, что с более высоким процентом велика вероятность раздражения, покраснений и других неприятных побочных эффектов. Но аскорбиновой кислоты есть и минусы. Она очень нестабильна, как я уже говорила. От кислорода света и нагревания становятся бесполезны и с ней сложно работать. Однако при грамотной формуле она очень эффективна. Существует большое количество производных витамина С. Они более стабильные, менее раздражающие, но их эффективность под вопросом. Нельзя утверждать, что они также эффективны, поэтому если вам подходит аскорбиновая кислота, то не тратьте свое время, пока не будет доказана эффективность производных. Альтернативная форма витамина С, которую я бы выделила, это THDA. Тетрагексилдиациласкорбат. Это самая многообещающая производная. Предполагается, что она работает чуть ли не так же эффективно, как и аскорбиновая кислота. Но опять-таки утверждать мы этого пока не можем. Можно попробовать продукты с ней, если у вас очень чувствительная кожа и вы переживаете насчет своей реакции на аскорбиновую кислоту. Как иногда использовать витамин С? Можно утром, можно вечером, можно каждый день, можно через день. Как вам нравится. Но лучше всего использовать витамин С утром и закрывать его санскрином для синергии эффективности и лучшей защиты в течение всего дня. Хочу отдельно поговорить о чувствительности к витамину С. Витамин С может раздражать кожу, особенно первое время, когда вы только вводите этот компонент в рутину. У меня тоже была чувствительность поначалу, даже от средств с очень низкой концентрацией. Это нормально и так же, как и с другими активными компонентами, если у вас чувствительная кожа, нужно вводить их очень аккуратно и медленно. Сначала используйте раз в неделю, затем два, потом через день. Можно также первое время смешивать с вашим обычным увлажняющим кремом, чтобы облегчить привыкание. Если даже с кремом и даже постепенно вводя, вы не можете переносить аскорбиновую кислоту, то, возможно, стоит обратить внимание на средства с другими формами витамина С, о которых я говорила ранее. Какой процент вам нужен, тоже зависит от степени чувствительности вашей кожи и от того, насколько вам этот ингредиент знаком. Поэтому лучше медленно, но верно начните с 50% и смотрите за реакцией своей кожи. Продукты с высокой концентрацией можно наносить точечно на пигментные пятна или на постакне. С какими активами витамин С смешивать и не смешивать? Неоцинамид. Лучше разделить, не использовать одновременно. Например, использовать витамин С утром, а неоцинамид вечером. В один прием тоже можно, но только если вы используете маленькие концентрации того и другого. Раздражение вот такого комбо не частая реакция, но если оно возникает, то просто прекратите их смешивать. Альфа-гидроксикислоты не дестабилизируют витамин С. Однако их применение в один прием тоже не рекомендуется из-за того, что потенциально раздражение может быть выше. Поэтому тоже лучше разделить. То же самое касается и ретиноидов. Лучше витамин С утром, ретинол на ночь. Точно стоит разнести по времени с бензилпероксидом. Он деактивирует витамин С. Ну и витамин С не будет работать, если вы очищаете вашу кожу гидрофильными маслами. Если вы после гидрофильного масла не используете очищающий гель. Но вообще следует всегда. Аскорбиновая кислота просто не попадет в вашу кожу. Если вы делаете двойное очищение и смываете этот масляный остаток перед нанесением, то все ок. А вот производные витамины С использовать с масляными продуктами можно. Если вы хотите усилить эффективность аскорбиновой кислоты, то ищите продукты, в которых она будет сочетаться с витамином Е и ферруловой кислотой, которые повышают ее стабильность. Несколько рекомендаций продуктов. Витамин С от Дирклэрс. У меня сейчас такая сыворотка, здесь 5% аскорбиновой кислоты. Для сильных аллергиков тут слишком много различных экстрактов. Но если вы их норм переносите, то ничего плохого в этом нет. Хорошая сыворотка. Сыворотка Ординари с аскорбиновой кислотой и арбутином. Эти два компонента, витамин С и арбутин, синергируют друг друга и хорошо осветляют пигментацию. Дранг Элефант. Здесь уже 15% аскорбиновой кислоты. Стоит попробовать, особенно если вы любите этот один из самых модных и желанных брендов на сегодняшний день. Далее достаточно дорогая марка SkinCeuticals. У этого продукта есть клинические исследования, доказывающие его эффективность. И, пожалуй, это самая популярная сыворотка. Часто косметологи ее рекомендуют. Но продукт довольно дорогой. И у Дранг Элефант и в SkinCeuticals аскорбиновая кислота сочетаются с витамином Е и эфируловой кислотой. А это хорошо. Далее я хочу выделить два продукта с ТГА, производной витамином С. Это серум Сандэй Райли. Я сама хочу заказать именно этот продукт в следующий раз. На него большое количество положительных отзывов. И для любителей масел Биосанс с Куалинс ТГА. Если вы любите масляные текстуры, то, возможно, он вам понравится. В описании к видео я оставлю ссылки на продукты, о которых рассказывала. Некоторые из них аффилированы. Если вам захочется купить какой-то продукт из тех, о которых я рассказываю, воспользуйтесь этой ссылкой, то я получу небольшую комиссию с продажи на развитие канала. Пишите внизу в комментариях, пользуетесь ли продуктами с витамином С, видите ли эффект. Подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить ни одну тему. А у меня все на сегодня и увидимся в следующем видео. Пока!